вот этот канал он завален вот это еще просвечивается всем привет с вами дмитрий михайлов и на моем канале коммент байк 2013 году установили напольный котел будера слогана g124 что произошло 2013 год то есть это было сейчас у нас 2019 6 лет назад котел поставили заказчик обратился фирму который закрывает все вопросы под ключ до закрыли вопросы установка котла установка буферной емкостью но не закрыли вопрос дымоходом а ситуация с дымоходом следующая здесь у него у этого котла 150 выход а шахта у нас идет 120 на 200 30 либо на 240 неизвестно гризовали овальной трубой обязательно все шахты должны быть загильзованы ни в коем случае не оставляйте загильзованные шахты что сделала фирма организации которая делала дымоход здесь она ушла до кого-то участка иной трубы ставила снизу сделать огромную штрабу да кто на моем канале подписан знает что я стараюсь сделать минимальную штрабу и загильзовку провожу сверху они снизу почему не провели они сверху объясню у них нету просто оборудование которое позволяло бы им спускать трубу сверху вниз и они столкнулись следующей проблемой внутри шахты идет смещение под какой угол никому неизвестно и они уперлись трубу все на этом заказчику сдали дальше самое интересное начинается от этой фирмы приезжает человек который должен был подписать акт проверки вентиляции и дымохода он акт не подписал представляете одна и та же фирма одни работники делают работу вторые приехали свою тоже работу делают чтобы подписать акт они не подписали сказали переделывать дымоход того времени уже прошло несколько несколько лет и проблема так и не решается пока конденсат не начал разрушать верху кипичный вклад заказчик обратился на другую фирму которая сказала что да мы сделаем дымоход они купили дымоход 100 на 200 овально я вам эту трубу покажу если конечно не забуду потому что здесь объем большой большой работы здесь моя задача не показать какие материалы я делаю я об этом покажу но очень немножко и они приехали метраж купили все заказчик у них спрашивает как собирается труба мы собираем трубу по дыму газовый котел по дыму по дыму то то есть внутренняя труба вставляется вот таким вот образом да одевается если это по конденсатку это было бы вот так по дыму это вот так что говорят кастера устанавливаем по дыму для газовых котлов по конденсатку для твердачей ни в коем случае я вам оставлю ссылочку где у меня люди пишут что в комментариях очень такое известное видео посмотрите его где люди советуют даже собирать систему твердотопливных котлов по дыму но при этом ставят герметики ставят хомуты ни в коем случае этого делать не надо все герметики разваливаются термостойки а красные герметики могут просто не выдержать температуру и все весь конденсат потечет вам снаружи вашей гильзы поэтому все системы собирается по конденсату и . здесь система собрано нормально труба еще стоит болтвентовская на белорусском рынке это первопроходцы которые вообще зашли на рынок с нержавеющей сталь и на них все равнялись именно на производственном именно на производителя болтвент а характерная труба если мы ее будем разбирать я вам покажу чем она отличается и и здесь стандартно сделан угол 90 вставка разгон на угол 90 тройника ревизи да все на соплях потому что труба она сейчас вот болтается поэтому мы ее закрепим мы сейчас ее демонтируем пойдем наверх я вам покажу какие там у нас проблемы потому что у нас надо делать смещение насколько как никому неизвестно и что там получится тоже неизвестно но поэтому мы здесь и мы будем решать эти вопросы в этой ситуации самое неприятное что может быть и она есть именно на этом объекте довольно показательно что шахта идет у нас здесь живого помещения это жилое помещение это зал и к сожалению здесь сейчас идет у нас шахта где-то есть смещение сюда она идет либо сюда я пока не знаю ответить вам не могу единственное что мы нашли трубу она находится вот в этом месте делается это при помощи детектора да пойдем наверх мы узнаем где она выходит сделаем здесь минимальную штробу труба теоретически должна выходить вот в этом месте но и практически тоже потому что мы сделали отверстие и по трубе сверло било оно же есть начну на правильном пути самое что неприятное что это сейчас надо будет штробить потом это надо будет все конечно отделывать здесь также есть вопросы которые надо решать с электрика потому что где-то идут провода они прозваниваются не дай бог скажу так если вам попасть такую ситуацию что бывают меня такие объекты что люди просто отказываются и отказываются до тех пор пока вы здесь вот не появляется конденсат когда появляется конденсат тогда они уже говорят да надо делать но лучше не доводить до этого момента обязательно загильзовывать все кирпичные шахты все керамзиты бетонные все шахты неважно с чего они будут сделаны вставками с нержавеющей сталь и спите спокойно конечно по материалам здесь для каждого топительного прибора должен быть свой на этом объекте мы будем использовать айси 304 овальная вставка 100 на 200 который соответствует диаметру трубы 150 ну и смещение здесь тоже мы не знаем насколько это основной дымоход это не дополнительно в основном дымоходе законодательству по строительной норме республики беларусь смещение должно быть под 30 градусов вы можете сделать больше под 45 градусов не годится и это обоснованно почему потому что для сопротивления плавника газа будет уходить в атмосферу никакого сопротивления не будет при 45 градусник сопротивление это раз но здесь больше не сопротивление о том что если там кто-то застрянет птица либо какой-то там мусор а вероятность очень большая что застевать 45 градусов и это так поэтому здесь 30 градусники потому что я стараюсь делать до бывают это вопрос когда я ухожу строительных норм это как правило исключение поэтому если вы делаете дымоходы если вы их монтируете если вы сами потребитель то постарайтесь сделать 30 градусник и вы это все потом замуруете никогда потом туда не влезете уже не дай бог еще раз кушатку скрывать поэтому перестраховывать и ставьте марку стали как минимум 304 айси 304 ни в коем случае 430 на газовые котлы ставить нельзя начале видео сказал что это тяжелый объект что от этого объекта оказались два человека нет биорганизации но она возможно и обоснованно как бы но не моих принципах оказываться от работы не моей принципы потому что на тяжелых объектах ты чему-то учишься на легких стандартных объектах чему-то научиться нет когда они все повторяются этот объект сейчас будет довольно показательно для тех кто у кого старые дома и кто может столкнуться такой проблемой потому что решение всегда есть и конечно решение вы увидите в другом видео а это видео посвящу именно проблеме этого объекта проблеме шаг то есть проблема которым мы столкнулись и проблему которую нам надо будет решать мы не установщики мебели смотрите делали отверстие получается эта плита перекрытия вот такое заужение здесь не дай бог что кто-нибудь такой ситуации попадал конечно она не безвыходная к счастью и проверяйте свои каналы потому что здесь уже вот здесь лежал кирпич то есть уже шаг начал обваливаться это газовый котел то вам не шутки входное сейчас где-то отверстие в районе 5-6 сантиметров как мы изначально планировали мы планировали приехать вырезать какой-то иной участок трубы как правило то полуметра соединиться здесь через угол 30 градусов и уйти вверх еще подобного так не получается труба у нас вышла вот в этом месте сейчас мы кирпичом за положили кирпич обратно замазали потому что надо будет подождать две недели до следующей работы и здесь именно на этом объекте вышел труба вот здесь есть было смещение маленькое это смещение можно было сыграть за счет даже не углов с 30 градусников а просто наклонить трубу но если мы эту проблему решили мы не решили следующую проблему дальше идет перекрытие перекрытие плита где-то загнали вовнутрь на сантиметров 5 вовнутрь я фотографии обязательно вам покажу все проблема перекрытия не решает еще дальше у нас еще одна проблема и сейчас я вам ее буду показывать по степени вот здесь у нас шахта то это шахта для вентиляции вот этого вот помещения но ничего подобного эта шахта соединяется дальше с с газоходом с каналом который используется под газоход представляете и помимо этого она еще была вся полностью забита то есть кирпич уже начал сверху обваливаться из-за того что конденсат его разрушает и эту шахту забило очень повезло что не забита еще правая шахта на слава богу просвечивается потому что здесь завал и вот в этом месте идет арматура где-то в позовом перекрытии вдоль всей шахты вдоль не поперек не вот так а вот таким вот образом везде идет арматурина и сейчас вам поднимусь наверх покажу я не знаю кто такой гений это делал как это вентиляцию объединили с газоходом но это просто ужаснейшая ситуация поэтому обязательно проверьте свои каналы как они у вас сделаны потому что вот этот вариант мог привести к лечебной ситуации и дай бог и здесь также в перекрытие плита входит во внутрь кирпичной шахты и вот я сейчас нахожусь уже на чердаке на самом вот про что я вам говорил вот этот канал вентиляционный он входит объединяется где-то лестника идет планный переход и соединяется вот в этом месте и вот это вот видите вот эти вот потеки все это все результат того что шахта кирпичная не загильзована завалила канал вот этот вот этот канал он завален вот это еще просвечивается но внизу у нас стоит арматура то есть помимо того что плита заходит еще арматура на этом объекте мы будем решать проблему при помощи дымохода какого дымохода снова же вы узнаете подписывайтесь на мой канал а это не стандартный дымоход еще раз повторяю где-то они мои коллеги где-то они мои конкуренты но это дымоход и про имеет право на жизнь на газовом оборудовании все с вами был дмитрий михайлов коммен бай мы все-таки закончим этот монтаж дымохода мы все-таки сделаем все правильно для того чтобы заказчик спал спокойно ну а главное конечно безопасность еще раз проверяйте свои дымоходы и и и и и